Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии недели. Собственно, как и всегда, следим за новостями, основными событиями и стараемся найти в них подсказку для наших инвестиционных идей. Четверг и пятница по содержанию экономического календаря обещают быть весьма насыщенными. По статистике, я надеюсь, что многие из вас последят за фундаментом, безусловно, уже с этой статистикой ознакомились. У нас очень большие, мы возлагаем надежды на пятничные релизы по американскому рынку труда, поскольку даже после вчерашних протоколов уже стало ясно, что представители ФРС готовы действовать дальше, готовы придерживаться прежнего курса более жесткой монетарной политики, но были бы не против получить дополнительные сигналы со стороны самой экономики о том, что это вполне верный посыл и правильный сценарий, которого можно придерживаться. Ну, какие подсказки? Это, конечно же, сильные макроэкономические данные. И я не занимаюсь того, что если мы в эту пятницу получим действительно мощный отчет на фармфырлс по количеству новых рабочих мест, если еще и будут приятные сюрпризы по росту заработных плат, соответственно, как предопределяющий индикатор будущего индекса потребительских цен, тогда, друзья, мы смело можем ставить на следующее уже повышение ставки, на неизбежность этого шага, и, может быть, даже попробуем поспекулировать в формате двух ожиданий по ужесточению политики и росту, соответственно, ключевых ставок фондирования на 0,5 в целом, в совокупности, до конца этого года. Ну, о долларе мы, безусловно, поговорим. Давайте, когда коснемся непосредственно пары доллар-японской. У нас есть нефть, которую мы обычно анализируем первой. Сейчас не будем нарушать эту устоявшуюся уже многолетнюю традицию, тем более, что и нефтяной актив в данном случае уже пошел нам снова навстречу. Мы дождались, друзья, коррекции, правда, рассчитывали то, что она произойдет раньше, но лучше, наверное, поздно, чем никогда. Клоус вчерашнего дня 48.24, сейчас котировки примерно на споставимых значениях. Скорректировались и Brent, и WTI, то есть разгрузка была, очевидно, для всей сферы и сектора энергетики. При этом, если обратить внимание на диапазон дневного хода, то легко можно заметить то, что провал был довольно серьезный и существенный. Он напомнил нам, насколько важны являются фундаментальные события, насколько они способны быстро в моменте влиять на настроение трейдеров, и напомнил, разумеется, этот фундамент вчерашнего дня и реакция, то, что мы все правильно делаем, если придерживаемся короткой позиции и ставим на неизбежное ослабление этих активов. Вот вчерашний ход дневной больше 1,5%, и мы слегка перекрыли в восстановительное, постепенное ралли бычье за последние 3 дня. То есть если и дальше мы будем умеждаться в том, что короткие позиции сохраняют актуальность, а мы праве это делать, поскольку у нас с вами еще на повестке до завершения этой недели отчет от Министерства энергетики и, собственно, статистика Беккер-Хьюса, тогда, друзья, увидим значение гораздо ниже. В любом случае, сейчас можно говорить то, что прервана восстановительная сессия по WTI. Мы даже смогли обозначить, что рост из 8 торговых сессий подряд стал максимальным за последние 7 лет, но сейчас эта динамика, этот локальный тренд уже прерван. И хорошо, так, собственно, медведи, то есть нам с вами явно оспокоеннее. Причина активизации распродаж, почему медведи так и продавцы навалились на этот актив, я могу отметить два фактора. Во-первых, это сообщение со стороны России о неготовности, так будет правильно, поддерживать любые дополнительные договоренности, такого же дополнительного ограничения производства нефти. Но еще, друзья, я вам заранее говорил то, что каждый месяц первых числых у нас есть возможность обратить внимание на пересмотренные прогнозы от администрации аналитической информации, от ОПЕК и от Международного аналитического агентства. Мы это традиционно делаем каждый раз. Собственно, вторая причина вчерашних распродаж – это как раз прогнозы ОПЕК, точнее, выводы, которые мы сразу же можем сделать по динамике увеличения производства и динамике роста экспортных поставок на основании тех цифр, которые были представлены на всеобщее рассмотрение, на всеобщее, скажем, обозрение представителями ОПЕК. Собственно, если мы коснулись российской стороны, здесь стоит отметить, что Россия, собственно, является одним из 11 крупнейших производителей нефти, которые помимо ОПЕК присоединились к энергетическому факту. Вы помните, что в конце прошлого года его вообще инициировали как необходимое решение для того, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию на рынке нефти. А месяц назад приняли решение совместное продлить действие этого пакта на 9 месяцев до марта 2018 года. Собственно, после того, как котировки нефти начали активно валиться, пошли обсуждения о том, что нужно, может быть, пойти на более радикальные меры воздействия на энергетическую конъюнтуру. Вот вчерашний ответ российской стороны, он, в принципе, был довольно-таки очевиден. И я сразу хочу, друзья, отметить то, что уверен, что такой позиции придерживается не только Россия, а большинство, собственно, участников этого энергетического пакта. Потому что в противном случае мы бы давно увидели планку по ограничению производства выше, чем 1,8. А вообще 1,8 – это не просто так, а цифры, как взятые не из фонаря, собственно. Есть определенные допущения, возможности, на которые можно пойти. Есть такое понятие, как вряд ли прыгнешь выше головы. Поскольку действительно мы уже, кстати, делали на этот акцент, и российская сторона, в том числе, инвестировала очень много средств в развитие нефтяного осека и инфраструктуры задействования новых производственных мощностей, и сейчас отказываться от этого было бы нелепо. Ладно, если бы общинка стоила выделки, но ведь цены на нефть, к сожалению, не растут, они только оснижаются. И поддерживать, опять же, вот эти инициативы, договоренности – это не факт, что эти меры помогут. А вот единственное, что точно можно будет сделать, так это снова пропустить вперед прежних игроков рынка нефти, которые и без того сейчас чувствуют себя на коне и продолжают развивать собственные стекла нефтярки. Вы все прекрасно понимаете, в каких регионах я говорю. У нас такое излюбленное, извечное трио, которое мы уже окрестили как трио, которое нейтрализовало все высилия ОПЕК. Это Соединенные Штаты Америки, Ливия и Нигели. Собственно, первый фактор – Россия, которая не будет больше ограничиваться больше, чем на те обязательства, которые уже взяты, и больше тех квот, которые уже определены. Второй фактор, как я уже отметил, это рост объемов добычи в рамках ОПЕК, в целом Содружества Ближневосточных регионов, даже несмотря на действия вот этого энергетического пакта. Объемы добычи выросли на 280 тысяч в рамках прошлого месяца до 32-72. И в целом, можно сказать, что уже добывается больше нефти, чем было заложено в основу сделки вот этого энергетического пакта, потому что тогда обсуждались ограничения производства на отметке 32,5. Сейчас у нас планка повыше. И экспортные поставки выросли еще на более значительную цифру до 25,92. А миллионы – это больше, чем на 450 тысяч, чем в прошлом месяце. И примерно на 2 миллиона баррелей по экспортным поставкам больше, чем тот показатель, который был за аналогичный период годом ранее. Дополнительные новости, друзья, у меня есть по Ливии. Там в планах, собственно, был 1 миллион. Эта планка, вы помните, у нас до конца лета. Собственно, в рамках прошлой недели 1 миллион, как показатель, уже достигнут. Значит, ставим на еще более высокие значения. И что касается Нигерии. Здесь новые пересмотренные прогнозы по экспортным поставкам. Они планируют выйти на 2 миллиона уже до конца лета. Поэтому снова напоминаю вам комментарии, которые были сделаны главой Международного аналитического агентства Фатихом Биролем о том, что рынок нефти будет продолжать испытывать все те же проблемы, что и годом назад. И если кто-то ставит на то, что спрос каким-то чудом охватит, пересидит и, собственно, будет больше предложения, это является заблуждением, поскольку текущие цифры, статистика и данные указывают наоборот, что предложение будет существенно опережать о спрос. И опять же, ссылаясь на комментарии Международного аналитического агентства, эта проблема сохранится, скорее всего, как минимум первым угодом даже 2018 года. Друзья, сегодня у нас из отчетов в 18.00 будем анализировать с вами запасы нефти в Штатах от Министерства энергетики. Если нам повезет, как мы видим, и мы сможем позабыть тему, связанную с тропическим штормом в Секанском заливе, не будем уж говорить, что эта тема аукается в виде снижения запасов, либо сокращения объемов добычи. То есть, если мы сегодня увидим рост запасов нефти, дистиллятов, запасов бензина, либо прирост по объему добычи, этого будет, любого из этих четырех компонентов будет достаточно, чтобы усилить давление на нефть и показать не меньшее ослабление, чем в рамках вчерашней торговой сессии. Поэтому я предлагаю по бренду снова ориентироваться на 45 долларов за баррель. И спасибо вчерашнему дню, который ясно нам дал понять то, что распродажи могут быть довольно-таки интенсивными. В общем, следим за нефтью дальше. Рубль сдался тут же, стоило только нефти потерять еще один процент, как мы снова увидели котировки 60 против американца. То есть, каждый дальнейший процент, который будет вычленяться из стоимости черного золота, будет приводить к сопоставимым примерно потерям и для очень зависимого от стоимости нефти валютного инструмента рубля. То есть, я думаю, что наша с вами цель 62, чуть ли не на ближайшие недели, она вполне реальна. Надо только увидеть цены на них пониже текущих значений. Доллар японская иена. Вчера была довольно-таки волатильная сессия. Диапазон хода в минимум фигуру в рамках вчерашнего дня. Мы видели и локальные максимумы выше от рынка 113.50, видели и лоу, которые были ниже поддержки 113. И в целом, даже с учетом довольно насыщенного новостного дня, геополитических тем, которые также обсуждались в Северной Корее, статистика по промышленному производству протоколов, закрытие торговой сессии состоялось на том же самом уровне, что и открытие. С одной стороны, это, конечно же, плохо, потому что мы надеялись получить от протоколов достаточной поддержки, чтобы улететь выше 114. Но, с другой стороны, мы с вами не просили по доллару, и это позитивный момент. Даже не просили тогда, когда главной новостью буквально во всех средствах массовой информации – это очередная эскалация напряженности вокруг Северной Кореи. То есть, тема, которую обсуждают вот уже третий день подряд. И даже несмотря на такой новостной фон, доллар все равно удержался. Сейчас котировки у нас, можно сказать, 113 примерно, ну, чуть ниже. Думаю, что если в пятницу, как было отмечено в начале брифинга, мы все-таки получим поддержку от сильного американского рынка труда, то есть спорить уже с таким мощным фундаментом будет уже невозможно. И доллар против иены начнет карабкаться выше текущих значений. Ну, вот что касается протоколов. В принципе, все в соответствии с нашими ожиданиями. Если тезисно, как мы традиционно хотели разбирать, представители американского регулятора обозначили много как позитивных моментов, так и рисков. Ну, важно, что хотелось бы услышать. То, что есть ли шансы увидеть еще одно повышение процентной ставки. В принципе, в пользу такого решения склоняются большинство представителей ФРС. Еще одним актуальным вопросом, который на повестке обсуждения и ближайших уже изменений, это сокращение баланса Центрального банка. Величина его сейчас составляет 4,5 триллиона долларов. Пока что я не могу дать вам какой-то конкретики по этому, потому что эту конкретику не обозначил сам ФРС. Но то, что сокращать баланс нужно, это позиция, которая разделяется в 7. Но вот объемы, сроки пока неизвестны. Я думаю, что в ближайшие месяцы точно мы будем наблюдать уже конкретные решения и шаги в этом направлении. По поводу инфляции тоже вопрос, который волнует очень многих ФРС и представителей через протокол, который мы анализировали вчера, было отмечено то, что не нужно преувеличивать значимость более скромных значений инфляции. Потому что все допускают, что слабости последних месяцев – это временное явление. И в прогнозах ФРС по-прежнему достигнуть целевого показателя в 2% в перспективе ближайшего года. Ну, то есть тоже позитивный момент, который не расценивается как тормозом для дальнейших решений по росту процентных ставок. То есть ФРС остается на тропе более жесткой монетарной политики, нормализации денежно-кредитного курса. А значит, мы имеем все основания, друзья, чтобы этот фон использовать в качестве поддержки для доллара. Доллар японская иена. Наша с вами цель 114-114,5. Это крокосрочный, лучше, так сказать, среднесрочный ориентир. И если уж совсем сойдутся все звезды, мы сможем добраться до этой планки к концу этой недели. Евро против доллара снижается, находится под давлением, как в прошлой риторике и Питера Фрата, позиции Европейского Центрального Банка. И все-таки верная интерпретация тех комментариев, которые были сделаны, драги о том, что экономические стимулы по-прежнему необходимы. Евро вчера в целом не смогли особо реабилитировать сильные данные по активности в сфере услуг. Ну, статистикой вам голову забивать не буду. Если интересуют цифры, можете посмотреть. Это сильные данные, самые сильные чуть ли не за последние несколько лет. Важно отметить то, что европейская валюта вчера всецело полагалась, даже с учетом такого фундаментального наследия и статистики, полагалась на поведение доллара. То есть именно американец является лидером сейчас, катализатором, драйвером всего рынка. И я считаю то, что анализируя европейскую валюту дальше, мы можем отталкиваться от потенциального и возможного поведения доллара. Если у нас доллар как кандидат роста до конца недели, я думаю то, что европейская валюта может продолжать постепенно корректироваться и закрыть неделю ниже отметки 1,13. Фунт против доллара. Еще один слабый отчет. Завершили мы блок активности в производственном секторе, деловой активности, то есть производство, строительство. И вчера был отчет по сфере услуг. Тоже снижение с 53,8 до 53,4. И еще один, друзья, сигнал того, что на фоне таких слабых макроэкономических отчетов не нужно торопиться с повышением процентной ставки. Это призыв тем трейдерам, которые поверили комментариям в Банк Англии и начали закладываться под потенциально еще больше роста фунта. Параллельно с слабой статистикой и более слабыми данными, которые у нас впереди в ходе следующих недель, не забывайте также про грядущую забастовку, не забывайте также про наличие проблем политического характера, начиная от провальных парламентских выборов и по-прежнему не уверены в позиции от РЗМИ, и заканчивая предстоящими этапами переговоров по прегрессу, которые намечены вот на текущий месяц. Собственно, первый рамок состоится ближе к концу июля. Негатива хватает нам лишь бы зацепиться сейчас за более стоящий уровень поддержки и в ближайшее время, точнее сегодня, мы должны продавить поддержку 1.29. Никак, все-таки даже с учетом такого фона, не удается оказаться ниже. Но я думаю, что еще не вечер. USDCAD смог восстановиться с 10-месячного минимума, то есть канадский доллар против американца поспособствовал этому вчера, а снижение цен на нефть, которое привело к такому же ослаблению курса канадца. Сейчас трейдеры еще закладываются под очень важный судьбоносный, как говорят, отчет по рынку труда, только уже не США, а Канады. Он будет влюблен в тот же самый час, минуту и секунду, что и на фармферос, то есть в пятницу в 15.30 по московскому времени. Если канадский рынок труда, то есть как проблема очевидна, это мы помним по комментариям, собственно, самого руководства, покажет снижение, то есть более высокий показатель безработицы, менее динамичный темп создания новых рабочих мест, мы тут же приплюсуем к этому и слабое значение по индексу потребительских цен и более скромный показатель экономического роста. И, наверное, сможем вместе с прочими скептиками в отношении канадца найти достаточной поддержки, чтобы ответить на вопрос, точнее уже констатировать, что Банк Канады не будет на следующей неделе повышать процентную ставку. Сейчас два, собственно, полиса трейдеров, это те, кто поверили комментариям Пола Закаролины и Вилкинс, то есть элиты Банка Канады, и ждут, что на следующей неделе Банк Канады пойдет на повышение процентной ставки, но я думаю, что даже если каким-то чудом мы увидим это решение, ну Канадец за последние две недели уже окрепно на полтысячи пунктов, куда хоть еще больше, то есть это решение уже заложено в котировке канадского доллара. А вот если до повышения процентной ставки не дойдет дело, тогда тут же последует мощнейший разворот, и USDCAD может очень быстро на верстате потерянные пункты и оказаться снова выше уровня 1.33. Я склоняюсь к пользу второго сценария, потому что вижу, как и в прочих инвестиционных идеях, больше фундаментальной поддержки именно в этом. Надеюсь, что эта идея подходит и вам, и вы тоже, собственно, видите перспективы заработать именно в таком направлении рынка. По австралийцу у нас более-менее все было понятно, комментарии не вторили, собственно, Резервный банк Австралии жестким комментариям Банка Англии, Банка Канады и Европейского Центрального банка, то есть Филипп Лоу отметил то, что ни о каком ужесточении политики сейчас быть не может, необходимо и дальше контролировать, анализировать и мониторить, как задействованные фискальные стимулы приводят к разрешению проблем в жилищном секторе и закритованностью домохозяйств. То есть мы будем в рамках Резервного банка Австралии действовать в формате прежних стимулов и склоняться даже в пользу того, что дополнительное снижение индекса потребительских цен будет сигналом даже еще большего смягчения экономической политики, что, конечно же, вряд ли, но все-таки поспекулировать на этом можно. Австралийца нужно сдувать, тем более, что член Совета директоров Резервного банка Австралии Харпер вчера дал понять то, что более дешевая валюта, она имеет больше экономического смысла для экономики Австралии, поэтому, собственно, такого сценария и будут в ближайшее время добиваться в рамках Резервного банка Австралии. Друзья, теперь, что касается отчетов сегодняшнего дня, 15.15 у нас статистика Эдди Пипа, рынка труда, отчет, который готовит на нон-фармферлс. В 15.30 заявки на пособие по безработице, в 15.30 также выйдут еще данные по торговому балансу Канады. В 17.00 это статистика по активности в сфере услуг АИСМ для штатов. Здесь даже по прогнозам видно то, что индикатор должен показать серьезные улучшения. И в 18.00 запасы нефти. Ну и те, кто будет бодрствовать и ночью, с четверга на пятницу в 2.30 по московскому времени пройдет еще выступление вице-президента ФРС Стэнди Фишера. Послушаем мы его. Соответственно, завтра утром в 9.30 по московскому времени я расскажу вам обо всем самом интересном, что произойдет сегодня. Надеюсь, то, что завтра под закрытие, под занавес недели у нас будет больше позитива и больше, скажем, более лучшее настроение в связи с тем, что активы, на которые мы продолжаем делать ставку, просто обязаны показать то движение, которое мы прогнозируем с такой фундаментальной поддержкой. Друзья, если есть вопросы, как и всегда, форма Маркетс, канал на YouTube, можете оставлять их там. Ну и не забывайте также отдельное благодарность тем, кто оставит лайки, большие пальцы. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.